Пульсирующее, воспаленное событие, потому что, о котором все говорят, между ряженой братвой Среднего Урала, наконец, были забиты стрелки и случились те самые разборки, которые должны были случиться. Произошел погром монастыря, захват Схиегумена. Сейчас я вам объясню, что произошло на самом деле и почему это произошло именно сейчас. Вот с момента того очевидного раскола треть уральского рынка магических услуг ушло под группировку Сергия. Это очень много, причем под него ушли не старушки с их копейками, а призовой отборный клиент, который готов там за отпевание племянницы или тещи отстегнуть 200 тысяч. Туда ушел под Сергия уральский бизнес. Это ребята такие незатейливые, не обремененные знаниями и адекватностью. Попы их за 30 лет выдрессировали отстегивать Иисуса, объяснив, что типа если Бог в доле, то все пойдет гораздо лучше. И что лучше крыши, чем и Иегова, и Иисуса Вауф вообще не существует. В общем, давай миллион, мы ему передадим. У них же тактика очень простая. И вот все эти бритые жертвователи, они же в кино уходят и знают, как должен выглядеть так называемый духовный человек. Вот он похож на Гендальфа или не похож на Гендальфа? Близок он к богам. Близок к богам. И тут понятное дело, что на 100 очков вперед выигрывает Сергий, который гораздо больше похож и выглядит гораздо солиднее. И магический товар, которым торговала РПЦ, проигрывает. А с учетом того, что севрюга, бриллианты, курвазье, коньяк, они дорожают каждый день. У конкурентов Сергия, у уральского филиала группировки РПЦ возникли большие финансовые проблемы. А занюхивать колечком кальмары с пятерочки, они совершенно не привыкли. Они полагают, что это удовольствие нужно оставить схимникам и пещерникам. Пусть они там свой араратик две звездочки занюхивают кальмарами. А для приличных людей-епископов это как-то совсем не солидно. Это такой аскетизм для святых. А рынок у них продолжал валиться, потому что Сергий действительно оттягивал очень много. А к честной конкуренции структура под названием РПЦ вообще не способна. И, соответственно, все меньше и меньше натрясалось прихожан. Уменьшились отстежки патриархии. Патриархия нажаловалась крыша из известного замка со звездами. Те дали патриархии большой паяльник и заслали в епархию парня пошустрей, который этот паяльник умеет включать, а главное вставлять. Да-да, потому что до этого там был митрополит Кирилл, то ли по кличке, то ли по фамилии Наконечный. Для папа не лучшая фамилия, конечно. Но его быстро, он не тянул тему, да, его быстро, как выражаются, унесли в тепло, а на проблемный Екатеринбург вбросили пацана поборзее. Новый митрополит Женя Кульберг, он не стал сидеть и глядеть на потоки тысячных и пятитысячных купюр, которые текли мимо него в среднеуральский монастырь. А он решил вновь перекраить рынок, начал действовать. И тут как раз пришла долгожданная посылочка из Кремля, тот самый большой паяльник. То есть право использовать Селитком, ОМОН, ФСБ и прочие структуры. Вот Женю, конечно, Кульберга, нового митрополита, помучил вопрос вечный, философский, который не давал покоя братве в 90-х. Ну он же такой термофизиологический вопрос, да, вот это вопрос состояния паяльника перед введением. Он заключается в том, что вставлять конкуренту паяльник холодненьким и там уже нагревать или вводить уже нагретый. Евгений решил, что паяльник надо вводить уже нагретым. И у него получилось. Паяльник вошел с шипением, можно сказать, даже с дымком. И схиегумен смог заценить этот дым Отечества, который у него пошел уже из задницы. Начался активный погром и штурм монастыря. Сергий аж глаза выпучил от того, как это было. И паяльник входил все глубже и глубже. И Сергий смог, наконец, почувствовать, прочувствовать ту Россию, ради которой он призывал своих девочек принять венец мученичества за нее. А у него до последней минуты, у Сергия, насколько я знаю, была надежда на эскадрильи, на боевой флот, на русское офицерство, которое придет его спасать, и на своих фанатов. Но сергианцы сдали своего пророка, своего Сергия, на удивление легко. Выяснилось, что вся эта ряженая братья в попахах, кольчугах, бородах, ермолках, которая клялась в кадре на клинках не отдать Сергия никому. Она, в общем, конечно, тоже полное дерьмо. И при виде дымящегося раскаленного паяльника со щитами и в касках, да еще и с ксивами, все разбежались. Вот одно дело там усы крутить перед камерой и клясться, другое дело там или в футбол играть с глупой Ксюшкой, которая приехала. А тут всерьез надо было предпринимать действия. Ну, наибольшую трусость проявило казачество, то самое, которое кричало про схватки боевые и не отдадим родного отца Сергия. Ну, оно частично бежало с поля боя, частично не явилось, а частично просто перешло на сторону ментов. Более-менее, вот потому что мне известно, более-менее сражались, сопротивлялись и истошно орали монахини. Вот те действительно воевали хорошо, они огромными сиськами, как слонихи в войске Ганнибала, римские легионы, таранили милицейские цепи. Но тоже вот после многократного насаживания на раскаленный паяльник они, в общем, удовлетворенно разошлись по кельям. Сейчас они мрачные сидят там, свесив сиси, в тазики с холодной водой свозят синяки и кроют ОМОН. Вообще, когда с них смоешь грим православия, такие вполне себе нормальные житейские тетки. Ну, кого фингал, кому ногу отдавили, там, понятное дело. ОМОН тоже, он как увидел, что нет стаканчиков, то есть ничто смертельное ему не угрожает, он тоже решил перейти на дубиночный привычный язык, потому что ОМОН считает, что это он дубинками на дубиночном языке пишет современную историю. Все очевидцы... Александр Георгиевич, простите, пожалуйста, у нас совсем мало времени остается. У меня один вопрос. Как вы считаете, разрешение этого конфликта таким образом, оно все-таки происходило от РПЦ, которая, как вы говорите, финансово страдала? Или все-таки Кремлю тоже не очень понравились выступления Сергия по поводу, там, даю тебе три дня, там, вот эти все пацанские выходы? Нет, там все, все, что говорил Сергий, не может быть ему вменено. Во-первых, он не призывал никого самоубиваться. Это клевета и передергивание. Он призывал принять венец мученичества. Это то, к чему призывали практически все их иерархи и все отцы церкви, начиная с Игнатия Богоносца, да, и продолжая множеством других важных для православных лиц. Он, то, что он призывал пренебрегать с требованиями гены, масками и прочим-прочим, так это на каждом шагу. Тут в Питере, я вам рассказывал, вообще проводился огромный конгресс ненавистников гигиены и друзей ковида. Поэтому здесь ничего нет. Кстати, некоторые здесь пишут, что жалко его, настоящий православный батюш. Он действительно, он великолепно вошел в роль, он великолепно подходит по кастингу, он абсолютно точно попадает в фактуру. Да, вот если бы мы искали кого-нибудь на роль схимника и показали бы Сергия Романова, немедленно надо было бы брать. Он очень годится. Но вот сейчас очевидцы рассказывают, что разгромлено к чертовой матери. Все выбиты, все стекла, двери, сейфы выломаны, вырезаны. И там где-то бродят истошно завывая послушницы с фингалами. Ну и между делом приглядывают себе, конечно, в ОМОНе женихов. В общем, группировка РПЦ при помощи кремлевского паяльника победила. Средний Уральский рынок, Свечей, Кристин, Жмуров. Жмуры это покойники для отпевания. Самое выгодное, что есть в церкви. Он снова отошел под епархию этот рынок. Почему, Оля, это произошло именно сейчас? Вот. Оля, елки! Елки! Боже мой! Вот ты знаешь, что есть период, когда артисты начинают особенно люто друг друга ненавидеть. Это период елок. Так вот, период всяких прорубей, окунаний, рождественских служб, крестин. Это рождество, крещение и так далее. Это поповские елки. Когда кружечный, храмовый, жертвовательный сбор увеличивается в десятки раз. И вот это время является самым хлебным и в шоу-бизнесе РПЦ тоже. Это самый ответственный момент, который и епархия успела встать все-таки между Сергием и кошельками прихожан и перенаправить все финансовые потоки непосредственно для своего и московского пользования. А Сергий, да, он вот как включил такого с картины Нестерова-старца, так и не выключает его. И надо сказать, он действительно очень удачно играет свою роль. Мы понимаем, что костюмчик ему тоже очень идет. Ему впаяют, конечно, впаяют срок. Но очень смешно, что не просто ему впаяют срок. Гундяев как-то посмотрел на Путина, посмотрел на всех, послушал эту всю истерику с репрессиями, с ожаяниями. И решил, что он тоже сейчас репрессирует, благо у него есть кого репрессировать. Это Диакона Кураева, единственного вменяемого человека в этой конторе, который действительно блестяще разбирается во всех вопросах. И мы беседовали сегодня с Кураевым. И он отметил одну очень важную вещь. Он говорит, был вот этот епархиальный суд, где с него сдирали сан. Он, правда, не присутствовал при этом. Он не присутствовал. Потом мы созвонились, когда как раз он получал решение суда на руки. И он говорит, что, слушай, но я же перед Александром Агейкиным, в оскорблении памяти которого меня обвиняют, я же извинился буквально через день. Этого не было в материалах суда. В общем, понятно, что Гуня, который повторяет своего кремлевского начальника, решил отковать нового патриарха. И действительно, из Кураева, я думаю, когда эта страна будет немножко другой, я-то в этом не заинтересован. Мне лучше, чтобы был какой-нибудь плохой поп. Потому что Кураев, он и обаятелен, и умен, и аккуратен, и не будет лезть всюду с этой своей религией. Но он, простите, к белому духовенству-то относиться не может. Он целебатный. Ему постричься полторы минуты. Вообще не проблема. Так вообще никому не проблема постричься. Мы вот можем любого, даже из насильника постричь в Монархе. У всех есть перспективы. Спасибо. А вот что касается всяких претензий к Сергию по поводу умирания за Россию, он звал своих девочек именно к этому, то тогда надо вообще начинать репрессии с этой парочки на Красной площади. Там стоит Минина Пожарский. Вероятно, их нужно отвезти в Ярославскую колонию, которая знаменита пытками заключенных. Там их можно положить на стол для пинг-понга. И мы услышим, как бронзовые памятники умеют орать. Это будет уникальным опытом. Ох, Александр Глебович, меня другой вопрос беспокоит. Почему-то куда-то исчезли все истории про насилие над детьми, принуждение к разному всякому нехорошему. В чем на самом деле обвиняли и Сергия лично, и вообще нравы Среднеуральского монастыря. Или это тема неинтересная? Миллион раз объяснял, что это не Сергий, это не Среднеуральский монастырь, это православная традиция взаимоотношений благочестивых родителей с детьми. И это не голословно. Я слишком много приводил примеров. Вот сейчас в одном из приходов вообще поставлен рекорд. Там растлили в очередной раз. Причем там действовали одновременно и звонарь, и настоятель. Они растлили 53 мальчика 12 лет. Причем непосредственно протеерей растлитель. Он еще и активист партии «Единая Россия». Там все в абсолютнейшем комплекте.